Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость — католический священник. Регулярно проводит харизматические собрания исцеления. Он знал, что не так с людьми, а потом происходили огромные чудеса. Очень большие чудеса. Исцеление от рака, исчезновение опухолей, возрождение глаз слепых от рождения. И много других чудес сотворения. А затем внезапно он ушел из католической церкви. Все это сегодня. В нашей программе «Это сверхъестественно». Вам интересно? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Доктор Сайзер, около года вы были католическим священником. Но потом вам очень захотелось чего-то сверхъестественного. В тот вечер, когда я жаждал большего, Бог вошел в мою комнату. Бог вошел в мое тело, наполнил мой дух и душу, и я заплакал. Я плакал и плакал, а потом начал призывать его. Он был рядом все это время. Но никогда до этого я не знал этого. Я не знал этого так, как знаю это сейчас, когда сижу в студии. Я принял это, принял всем своим сердцем. Несколько недель спустя он начал нервничать по поводу того, что происходило в подвале его церкви. Там собиралась группа католических харизматов. Он решил узнать, что это такое, и вот через несколько недель они уже молились за его крещение во Святой Дух. Так что же происходило на том месте? Неужели католикам доступно излияние Духа Святого? Я пришел на их собрание, и они попросили меня поделиться словом. Они сказали, пусть Дух Святой ведет вас, Отче. Я не понял, что это значит, но сделал все, что было в моих силах. Я сказал, давайте поговорим о сотворении, потому что это хорошая тема. Они не знали, что именно я буду говорить, но они посадили меня в круг, отложили в сторону все мои книги и конспекты, и сказали, давайте сначала помолимся. Вы, конечно, умный человек, но давайте помолимся. Лидер сказал, это хорошая тема. Давайте споем о рыбах и птицах, давайте споем о сотворении, вознесем благодарение Господу за его творение. Кто-то начал молиться на основании книги Бация. Я подумал, как же это интересно. Они начали читать Писание, что Земля была безвидной и пустой. А затем кто-то прочитал 103-й Псалом о сотворении. Тогда мне стало еще интереснее, в этом что-то есть. Потом какой-то мужчина открыл Библию и прочел Колоссиным 1 главу, 15 стих. Именно этот стих я приготовил для этого вечера. Тогда я подпрыгнул со своего места и закричал, «Он здесь! Бог здесь!» Вы знаете, он реален. Они возложили на вас руки, чтобы вы погрузились во Святого Духа. И что же произошло? Это была лучшая ночь в моей жизни. Трое людей произнесли короткую молитву, а затем начали молиться на языках. Тогда меня начало трясти. Мое тело задрожало так, будто бы через меня прошли сотни вольт электричества. Я дорожал все больше и больше. Мне стало страшно, но я не мог этого остановить. Я закричал, «Прекрати это! Прекрати!» Но это не прекращалось и продолжалось почти целый час. Они тоже испугались и отступили от меня. Я сидел на полу, совсем один, и бился в конвульсиях. Через меня проходил ток силы Божьей, а вместе с ним пришел огненный поток любви. Вольты, любви и силы проходили через мое тело. Бог крестил меня огнем. Настоящее крещение огнем от Духа Святого. В тот вечер Бог взял меня на небо. На небе я был не в теле, а в другой сфере. Там все мои чувства усилились. Музыка, которую я услышал там, хор ангелов и многое другое, вызвали во мне желание остаться там. Но голос сказал, «У тебя есть еще работа на земле». И в тот момент я вернулся в тело. Когда я лежал в постели, Божий огонь был на моих руках, и я не мог дождаться утра, чтобы опробовать его на ком-то. Я понимал, что получил дар от Бога, тот, которого раньше был лишен. Поэтому я представлял из себя младенцем, который желал опробовать то, что он получил от Бога. Мне это кажется таким удивительным. В католической церкви люди исповедуют грехи священнику. Он стал самым популярным священником. А знаете почему? Они хотели прийти к священнику, который знал их грехи еще до того, как они их ему расскажут. Дети падали от действия Святого Духа, да и взрослые люди тоже. Это правда? Мать-настоятельница привела целый класс детей. Я начал молиться с первым ребенком. В те дни они садились не за ширму, а на стул передо мной. Я протянул руку к первому ребенку, и бум, она упала. Я подумал, что это было. Я поднял ее, поставил ее в угол и попросил сестру прислать следующего ребенка. Так повторилось шесть раз подряд. Мбум, вы должны понять, что я не знал, что такое падение в Духе Святом. Но знал, что в моих руках что-то было. Определенно была сила. Я хочу узнать о первом чуде, которое совершили эти удивительные помазанные руки. Я посещал людей в больнице. Я пришел к женщине по имени Энни. Она весила 40 килограммов. У нее был рак четвертой степени или стадии. Она уже была на морфине. Я вошел в ту палату, и вся она была пропитана раком. Я почувствовал этот дух рака. Запах от него исходил просто ужасный. Она умирала. Дух смерти был там. Я проклял духа смерти во имя Иисуса и изгнал его. Я изгнал его из ее тела. Запретил ему возвращаться. Потом я взял Энни за руку, и сила Божия вышла из моей руки и перешла в нее, вошла в ее тело. В ее глазах появилась жизнь. Я сказал, «Поднимайтесь во имя Иисуса Христа». А потом я повел ее по коридору. Вот как все началось. Вы думаете, что это очень необычно, когда дети падают от Божьей силы? Угадайте, что происходит с собакой-поводырем. То же самое происходит. О больших чудесах вы узнаете после короткого перерыва. Будьте с нами. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самом дабы создать в себе самом одного нового человека, один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я искал у Бога ответ, сверхъестественное, которым я читаю в Библии, живо сегодня в церкви или нет? Я провел 8 лет дома в депрессии, разбираясь с немощами и болезнями. Я устал от церкви, потому что не видел движения Духа Святого. Никаких чудес и знамений. Я стал смотреть вашу программу по телевизору и в интернете. Она снесла мне крышу. Бог отвечал на мои молитвы через вас и ваших гостей. Бог использовал ваше служение, чтобы показать мне сверхъестественное. Сила Божия действительно жива в Его церкви сегодня и доступна мне. Спасибо, что спасли мою жизнь. Я находился под духом самоубийства, но Бог использовал вас, чтобы спасти меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. «Это сверхъестественно». К вам приходит женщина. Она слепая от рождения. С ней собака-поводырь. И что же произошло? Она вышла вперед. Никто ее не вызывал. Я все еще проповедовал, но она вышла вперед с немецкой овчаркой. На овчарке была упряжь, и она держалась за эту упряжь. Меня немного испугал размер собаки. Когда она была в пяти или семи метрах от меня, собака упала от действия Святого Духа. И Бог показал мне нечто интересное. Эта женщина использовала собаку как зрение. И ей нужно было отпустить собаку перед тем, как прийти к нему с пустыми руками, прийти за восстановлением. Мы должны приходить к Богу без каких-либо костылей, а именно с пустыми руками, без вспомогательных средств. Это то, чего от нас желает наш Господь. Теперь я понимаю, почему его собрания были такими большими. Скажите, сколько людей приходили на ваше служение исцеления? Я служил там девять лет, и на каждое собрание приходили по две с половиной тысячи человек. Приезжали целые автобусы. Люди приезжали за два часа, чтобы занять места. Они хотели видеть, что будет делать Бог. А вот он проводит встречу, занимается своими делами, и к нему подходит кто-то, кого он посчитал вначале ангелом и говорит ему нечто странное. Я хочу узнать, что он вам такое сказал. Я обидал в Вашингтоне с головой организации бизнесменов полного Евангелия. Тот человек пытался выяснить у меня, почему я совещенник. Все люди в той организации были протестантами, и спасенный католический священник с даром исцеления и силой Божией был чем-то новым для них. Я попытался объяснить им, кто такой священник. Ко мне подошла женщина и прошептала мне на ухо. Ответ в завесе. После этого она исчезла. Я больше никогда ее не видел. Я повсюду искал ее, но она испарилась. Демос Шакариан отвел меня в сторону и сказал, «Тебе нужно узнать о завесе». Это послание к евреям, 10 глава, 19 стих. Там сказано, «Поэтому, братья и сестры, поскольку у Вас есть уверенность, чтобы входить в святое святых через завесу, которая есть его тело, и через кровь, входите в мой покой с уверенностью, потому что Я ваш Бог». Прочитав это, я понял, что дни Моего священства закончились. Иисус раз и навсегда принес Себя в жертву ради нас. Поэтому мне больше не нужно было проводить мессу и быть посредником в этой системе между Богом и человеком, потому что после принятия Христа каждый человек становится царственным священником и имеет уже прямой доступ к Богу. Каждый человек имеет прямой доступ без посредника. Иисус приобрел для нас искупление именно по этой причине. Он стал заместителем за нас. Критика со стороны религиозных людей была сильнее, чем он мог вынести. Он понял, что людям не нужно приходить к нему, дабы достучаться до Бога. У нас уже есть первосвященник. Его имя Иисус. Он лучше любого человека. Он увидел эти различия и ушел из церкви. Он перестал ходить в церковь. Он просто перегорел. Он вернулся в колледж, получил докторскую степень по психологии и открыл свой кабинет. Далее он женился. Это тоже прекрасная история. В его биографии она была великолепной балериной. Вместе с труппой она была в Турции, и там ее выкрали и продали в так называемое белое рабство. Скажите, а сколько у нее было опухолей? Она вернулась из Турции, и ее желудок был в ужасном состоянии из-за дизентерии и голодания. Восемь месяцев ею занимались доктора, а потом она услышала о священнике с даром исцеления. Это был я. Так мы познакомились. У нее было 11 кровоточащих язв. Доктора собирались удалить 75% ее желудка. Но мы знаем лучший способ, и это Иисус. Я помолился за нее. Она была при смерти. Сила Божия вошла в ее желудок, и мы оба поняли, что она исцелена. Так и завязались, а потом и закрутились наши отношения на этой почве. Она просила доктора отложить операцию, пока он не проведет еще одну эндоскопию ее желудка. Он согласился. Он увидел, что ее желудок был как у новорожденного младенца, новый и розовый. Он вышел из операционной, пожал мне руку и спросил, «Отче, какие техники вы используете?» «Поздравляю вас, у вас все получилось». Когда мы вернемся, я попрошу его помолиться за вас. Надеюсь, вам интересно. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные двум тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением АСН я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение АСН сегодня. Это сверхъестественно. Итак, доктор Фрэнсис перегорел и стал практикующим психологом. Все у него было хорошо, но каким-то образом, не знаю, как, вы оказались в Торонто, в церкви, в аэропорту Торонто, и на вас сошел Божий огонь. Так что же случилось с вами? Я вошел в тот огромный зал, там было больше 5000 человек, это был 1994 год, я увидел, как люди дрожат и сказал, «Господь, ты вернулся». Там за меня помолились, и дар исцеления и огонь вернулся ко мне. Это было с новой силой. Я был так рад снова вернуться в служение, где мне и место. Я скучал по этому, но не мог преодолеть себя. Вы говорите о силе, о Божьем огне. Что вы имеете в виду под этим? Это то, о чем вы проповедуете всю свою жизнь. Это сверхъестественная жизнь, которая выше естественной. Она не похожа на обычную жизнь, и ожидание от нее куда выше. Огонь это то, что приносит энергию, силу, славу. Это Божий огонь, который идет через вас. Это не вы. Это Дух Святой. Нам нужно вернуться к крещению в Святой Дух и принять от Него огонь, ведь мы давно позабыли, что такое близость с Ним. Я хочу, чтобы Иисус жил внутри вас. Он Мессия Израиля, единственный Мессия для всего мира. Повторите, пожалуйста, со мной эту молитву. Сделайте это от всего сердца, дорогой Бог. Я грешник. Прости меня. Я верю, что кровь Иисуса обмывает все мои грехи. И отныне и навсегда я чист. Иисус, войди в меня. Возьми мою жизнь. Я хочу, чтобы ты был господином моей жизни. Аминь. Я хочу, чтобы вы помолились за две вещи. Помолитесь за тех, кто пересох и жаждет огня, а потом помолитесь за исцеление и сделайте это так, как поведет вас в этой молитве Господь. Я молюсь за всех тех, кто желает крещения во Святой Дух и крещения огнем. Пусть огонь Божий сойдет на вас и зажжет вас так, чтобы вы поняли, что внутри вас сверхъестественная сила Бога. Из вашего живота потекут реки живой воды. Пусть Дух Святой захватит вас, и вы ощутите огонь Божий в своих руках, чтобы исцелять больных и даже воскрешать мертвых. Я молюсь сейчас о помазании, которое должно сойти на вас, потому что тот, кто жаждет Духа Святого, будет напоен. Сам Иисус сказал, что вы напьетесь живой воды. Аминь. Во имя Иешуа. Аминь. Однажды вы молились за людей и исчезли 33 катаракты. Помолитесь, пожалуйста, за то, чтобы и сегодня катаракта и другие недуги оставили людей Божиих. Отец, я молюсь, чтобы у людей было новое зрение, чтобы они пришли к познанию Иисуса и увидели, как с их глаз спадает старая пелена, чтобы они многое увидели по-новому. А также я молюсь за зрение. Я молюсь за катаракту во имя Иисуса. Отступи во имя Иисуса. Пусть демоны слепоты никогда не возвращаются назад. Во имя Иисуса пусть глаза открываются открываются от глоукомы, от размытого видения, от всего, что мешает зрению. И от слепоты также. Я еще вижу, как исцеляются деформации, искривления тела, искривленные позвоночники. Они встают на свои места, позвонки и впрямляются во имя Иисуса. Все в мире исцеляются. Вы будете прыгать и смеяться из-за Господа и Иисуса Христа. Я вижу, как сила и помазание касается младенцев, которые находятся сейчас в больницах и в инкубаторах, избавляя их от проблем с пищеварением и дыханием. Я вижу младенца, которого Бог освобождает прямо сейчас. Для Бога нет ничего невозможного. Господь, мы благодарим Тебя за новых мам, за тех, кому сейчас трудно. Вы не одни. Иисус с вами. Он покроет ваши нужды. Он обеспечит их нужды по своему богатству в славе Иисусом Христом. Отец, мы знаем, что всякий добрый дар, всякий совершенный подарок приходит от Тебя, потому что в Тебе нет никакого изменения и ни тени перемены. Поэтому мы благодарим Тебя, нашего даятеля, всякого блага. И все люди сказали «Аминь». Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Перри Стоун. Присоединяйтесь к нам с Идом в следующем выпуске «Это сверхъестественно». Я расскажу вам секреты сверхъестественного, которые я открыл за 42 года своего служения. Субтитры подогнал «Симон»